Таким образом я разношу еду по комнатам. Вот только так и остается перестукиваться. Все студенты сидят по своим комнатам. Больше двух недель назад их закрыли на карантин в двух корпусах общежитий номер 3 и 2. 200 с лишним человек оказались в изоляции после того, как у некоторых ребят выявили коронавирус. Но будущие врачи паники не поддались и решили, а пусть это станет своего рода практикой по дезинфекции. Чтобы предотвратить заражение, необходимо носить маски, мыть руки, обрабатывать антисептиком и также обрабатывать поверхности и, в общем, все поверхности дезинфицирующими средствами. Мария – студентка третьего курса лечебного факультета. Для дезинфекции помещений мы используем хлорку. Так как у меня заключительная оборка, я беру три таблетки блюхлора и кидаю в ведро. На 10 литров воды разводим три таблетки хлора и мой. Пол, подоконники, дверные ручки – такие хлорные процедуры четыре раза в день. В промежутках антисептик. В нем недостатка нет. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев передал в медицинский вуз партию дезинфицирующего средства. Тистический спрей используется не только студентами, которые сейчас проживают в красной зоне общежития, но также и волонтерами, которые работают в волонтерском штабе по помощи пожилым и маломобильным людям. Также использование спрея планируется ординаторами при сдаче экзаменов и библиотеки при приеме учебной литературы. Раз в сутки в общежитие приходит врач, узнает температуру, самочувствие. К счастью, зараженных коронавирусом здесь нет, но изоляция – процедура обязательная. Первое, второе, третье. Правда, без компота. Но зато бесплатно. Студенты говорят, ну хоть какой-то плюс от карантина. Нам приносят вот такие пакетики. Все аккуратненько. Одноразовая посуда. Вот суп в пакетике. Тоже отдельно. Хлеб. Четыре кусочка. Два белых, два черных. Свекольный салат. Рис с котлетой. Все бы ничего, говорят студенты, но на улицу очень хочется. Но общение с природой только через окно. Занимаемся таким маленьким добрым делом. Оставшуюся еду, которая у нас остается, мы комим птичек за окном. Но самое главное для студентов даже на карантине – учеба. Тем более, что сейчас время экзаменов. Их сдают дистанционно. А еще можно сделать то, до чего раньше не доходили руки. Студенты, проживающие в третьем общежитии, уже вернулись к обычной жизни. Многие разъехались по домам. А второе общежитие пока остается на карантине. Но срок его скоро закончится. Илья Кочетков, Александр Андропов. День с толком.